всем привет меня зовут томас волкаускас а это новый проект лрт новости холодный борщ где мы с моими коллегами регулярно будем говорить с людьми из разных сфер начиная активистами и политиками заканчиваем людьми из мира культуры искусства спорта и любых других сфер которые покажутся интересными нам и надеемся что вам тоже наш первый гость это лгбт активист из россии правозащитник игорь кочетков создатель российской лгбт-сети организации которая в 2021 году была признана российским руководством и государством была признана иностранным агентом вследствие чего игорь вынужден был покинуть россию и оказался в литве с игорем мы говорим о том какова природа гонений в отношении лгбт-людей в россии как правильно говорить о сексуальном просвещении как правильно бороться с гомофобией чтобы этот диалог обществе был эффективен и насколько комфортно лгбт-люди из авторитарных государств чувствуют себя в литве приятного просмотра игорь мне хотелось бы начать наверное с того недавно в литве прошел болтик прайд участвовали вы в этом мероприятии шествие и какие эмоции она у вас вызывает ну честно говоря не участвовал то есть я не смог в этот день там быть и хорошо что это мероприятие было я я видел естественно ты скажем это все в интернете как это все происходило я заметил большой большие изменения например по сравнению с балтик прайдом который был двадцать втором году тогда я в нем участвовал мы шли по проспекту гидамины рядом никого не было то есть туда шла колонна и пустой город то есть это было мало кому интересно а вот в этом году уже было достаточно много зрителей то есть обстановка явно теплеет да то есть как бы это уже вызывает интерес и по крайней мере любопытство наверное у жителей вильнюса это означает что этот диалог между между лгбт сообществом и остальным обществом безусловно имеет прогресс то есть это этот диалог развивается это радует какие у вас эмоции по этому поводу я с той позиции наверное мне интересно ну когда мы понимаем вы приехали из россии в россии нет открытых лгбт шествий парадов как вы себя вообще ощущаете на самом деле они же были в россии а еще совсем недавно до 2019 года в петербурге например каждое первое мая шествовала радужная колонна такая своеобразная политическая традиция в петербурге сложилась то 1 мая вообще разрешали шествовать всем да то есть это был такой такая выставка достижений разных политических движений петербурге да и в том числе была радужная колонна и жители города относились к этому совершенно позитивно то есть не было никаких проблем и ситуация начала меняться где-то после 2019 года уже довольно радикально и конечно у меня наверное мало эмоций по этому поводу потому что я отношусь к этой теме достаточно рационально да то есть я я смотрю на это с точки зрения возможности вообще что-то сделать каких-то изменений здесь эмоции они мешают скорее чем помогают и безусловно разница принципиальная разница скажем между тем что происходит в литве и тем что происходит в россии в том что здесь в литве можно любые темы обсуждать то есть как бы вот есть например да сейм отказался от отменить закон о пропаганде знаменитый сейм отказался признать однополое партнерство но эта тема обсуждалась и эта тема будет обсуждаться дальше вот проходит балтик прайд вильнюсе да и все это видят через смотрят то есть да с вами могут не соглашаться с вами могут спорить но вы можете продолжать предъявлять свои аргументы и когда-нибудь наши позиции сойдутся мы придем к какому-то консенсусу это есть нормальный демократический процесс и это в литве безусловно есть этого пока нет в россии потому что проблема ведь не в том что то например российское общество гомофобно и там невозможно никакие изменения не только всеми лгбт но и всеми вообще соблюдения прав человека дело дело не в этом дело в том что нет нормального сейчас нет нормального общественного диалога когда одной группе в данном случае лгбт людям просто запрещено высказывать свою точку зрения недавние законы которые были приняты в россии это закон о запрете так называемой пропаганды нетрадиционных сексуальных отношений и решение верховного суда российской федерации о признании лгбт движения экстремистским это же решение о чем о том что вы не можете говорить вы не можете говорить о том что но все-то семьи бывают разные необходимо соблюдать права всех людей независимо от их сексуальной ориентации гендерной идентичности уже это заявление является экстремистским уже потенциально преступным то есть когда вы можете обсуждать какую-то тему и какую-то проблему она будет решена даже если у вас изначально принципиально противоположные позиции они будут сближаться если вы друг с другом разговариваете когда одна сторона не может высказать свою точку зрения и вынуждена молчать никакого диалога никакого диалога нет и проблема не решится и те противоречия которые существуют то напряжение которое существует в обществе она сохранится бы я как раз хотел вы упомянули закона об однополых партнерствах причем этот закон появился как альтернатива в литве я имею ввиду он появился как альтернатива к тому закону первичному который должен был легализовать именно однополые партнерства потом семья была дискуссия на этот счет его не смогли принять и появился вот альтернативный который в целом он называется закон о партнерствах он касается не только однополых бар то есть и правозащитники активисты в литве поднимая часто эту тему европейские институты обращают внимание на то что литва недостаточно делать для того чтобы ну каким-то образом узаконить например однополые партнерства во время дня борьбы с гомофобии посольства сша и ряд других дипломатических представительств литве выслали в разные литовские институты письма о том чтобы как-то поспособствовать тому чтобы литва все-таки приняла да эту ответственность и и у легализовал однополые партнерства то есть проблемы в этом поле есть но при этом насколько я понимаю по наблюдениям люди из авторитарных государств из россии беларуси из других постсоветских государств где еще более консервативное общество еще более жесткие законы в отношении лгбт людей выбирают литву как такое безопасное пристанище так ли это и чувствует ли себя представители лгбт люди лгбт в литве комфортно ну это так да здесь безопасно то есть здесь вас не не оштрафуют за то что вы говорите то что что думаете по публично за то что вы вышли на улицу с радужным флагом и это не будет иметь каких-то опасных последствий для вас безусловно и просто я еще раз хочу подчеркнуть что дело проблема не в консервативных обществах там в россии и беларуси общество там сложные разные там есть все да начиная от от нацистов до либералов но проблема в государстве проблема в том что государство остается советским по образу мысли людей которые управляются страной да они по-прежнему считают что общество должно быть единым одинаковым что все должны думать одинаково и думать так как им скажет государство вот в этом проблема и опять таки есть разные здесь нужно разделять разные вещи есть дискриминация по какому-то признаку в отдельных областях например в области признания частной семейной жизни там а мой взгляд отказ от признания однополых партнерства дискриминация да каждый человек имеет право на уважение частной семейной жизни если вы ему в этом праве отказывать это дискриминация но это одна история другая история это отказ вообще в признании человеческого достоинства отказ отрицание прав человека за какой-то группы вот когда вам не дают возможности даже высказать вашу точку зрения открыто публично довести дискуссию с вашими оппонентами это отрицание вашего человеческого достоинства вас за людей не считают у меня есть любимый пример о котором я часто рассказываю когда в 2013 году в россии принималась только первая версия закона о запрете пропаганды среди несовершеннолетних в государственной думе проводились слушания по поводу этого законопроекта и они не позвали никого из лгбт-активистов когда журналисты спросили депутатов а почему же вы не позвали заинтересованную сторону им ответили а мы же не зовем на террористов на обсуждение анти-террористического законодательства вот такое отношение когда вас считают преступниками только на том основании что вы лгбт-люди что у вас есть некая точка зрения отличная от официальной точки зрения и конечно в этом отношении не надо сравнивать литву и любую другую европейскую идеологию с россией с белоруссией это совершенно разные вещи вопрос безопасности здесь не стоит а я разговариваю в том числе со своим знакомым уже литовцами здесь и они и они говорят о том что да здесь нет проблемы безопасности да то есть вам могут что-то сказать может быть на улице что-то вам крикнуть но это все таки достаточно безопасно то есть и государство вас защитит гарантированно защитит если вы будет какие-то покушения на вашу безопасность в россии проблемы в чем в том что люди часто не обращаются в полицию когда на них нападают когда происходят какие-то другие преступления в отношении них совершаются потому что многие из них уверены да это не всегда правильно но тем не менее есть у людей такое убеждение в том что полиция не будет их защищать то есть им эту мысль внушили там через государственную пропаганду через то что люди видят вокруг себя и этот страх настолько и велик что они боятся обращаться в полицию я думаю что в литве ситуация другая все очевидно что другая я бы хотел еще поговорить о том что в ноябре прошлого года лгбт международное движение лгбт лгбт чтобы это не значило не значило и да и что не подразумевалось бы под этим термином было в россии признаны экстремистской организацией как сильно это вообще повлияло на лгбт людей в россии какова сейчас ситуация насколько она ухудшилась после этого объявления смотрите да здесь он ситуация не настолько очевидно я бы сказал даже не так однозначно потому что главное последствие это решение оно было только одним из ряда решений государственных которые принимались в двадцать втором двадцать третьем году и например например запрет трансгендерного перехода когда были запрещены любые медицинские манипуляции смены документов для трансгендерных людей на мой взгляд оказала гораздо больший эффект он был негативный эффект имел гораздо больше не более тяжелые последствия потому что целая группа людей оказалось для нее оказалось недоступна медицинская помощь даже часто вопрос идет о жизни людей которым и которые не могут сделать трансгендерный переход и не говоря уже о качестве их жизни и это имело более серьезные тяжелые последствия что касается решения суда то главная последствия заключается в том что конечно лгбт люди в россии очень напуганы поскольку никто не понял что это такое да что признали экстремистским какую такую организацию и там едины что из этого следует из вот из решения суда этого непонятно и поэтому люди напуганы они понимают что они думают так по крайней мере что их могут признать экстремистами за все что угодно по за каждое неосторожное слово и это очень высокий уровень тревоги что тоже очень плохо сказывается естественно качестве жизни людей это это наверное первое последствие второе последствие это то что на сегодняшний день внутри россии к сожалению невозможно никакая легальная деятельность правозащитных организаций которые занимаются правами лгбт то есть любая любое публичное заявление любые действия открытые в защиту прав человека в связи с сексуальной ориентацией гендерной идентичности могут признаны экстремистскими со всеми вытекающими отсюда последствиями но пока если говорить о том что происходит на земле что называется пока мы видим там целый ряд дел за радужную символику за демонстрацию радужных плагов или как бы радужных сережек это было очень громкое дело одно из первых когда девушку арестовали на 15 суток за то что у нее были радужные сережки но в основном это все дела где которые заканчиваются штрафом там в одну три тысячи рублей это достаточно не страшное наказание но тем не менее это все равно неприятно это все равно отвратительно я бы сказал вот но есть два уголовных дела которые сейчас расследуются одно дело против против владельцев и работников гей-бара в оренбурге то есть эти люди которые вообще никакого отношения к лгбуту активизму не имели честно говоря они просто открыли гей-бар и их обвиняют в том что они открыли бар и за это на них завели уголовное дело то есть это звучит как абсурд но это факт не вот и но пока только два таких дела мы не знаем чем они закончатся поскольку очень мало информации что там вообще сейчас происходит с этими делами еще один доклад последнее положение лгбтк плюс людей в россии в 2023 году который был подготовлен лгбтк плюс группой выход и фондом сфера из этого доклада следует что восемьдесят семь процентов опрошенных а в этом опросе за 2023 год участвовало почти 5000 человек корреспондентов они говорят о том что чувствуют что с 24 февраля 2022 года ситуация и напряжение в обществе и дискриминация лгбт людей в обществе выросла однако если людей спрашивали о том ощущают ли они такую дискриминацию например или повышенную агрессию в свой адрес в своем ближайшем окружении то эта цифра составляет только 43 процента согласно этому докладу в этой связи мне хотелось бы узнать что это вообще говорит о уровне гомофобии об уровне гомофобии в обществе российском потому что курс власти понятие да но что происходит как вы сказали на земле когда мы говорим про коммуникацию между людьми и если этот запрос на гомофобию обществе это очень точный вопрос спасибо потому что вот как я уже сказал очень часто смешивают государство и общество в россии этого не надо делать после 91 года этого этого точно не надо делать да это очень интересные цифры дело в том что такое это исследование которое вы упомянули про проводится начиная с 2006 года очень давно проводим такие опросы и поэтому можно сравнивать на что что было раньше что сейчас и действительно а когда-либо в 2003 году когда людей спрашивали про то сталкивались они с физическим насилием в 2023 году с другими видами проявлениями преступных посягательств или другим видом дискриминации разница заключается плюс плюс там один четыре процента учитывая что статистическая погрешность этого исследования тоже честно говоря достаточно высока мы можем говорить что ничего не изменилось именно формально если смотреть по фактам но как предсказали люди говорят что ситуация ухудшилась это про то что людям страшно они в тревоге они не понимают этих решений которые принимают государства они не понимают какие последствия для них это может иметь это повышает уровень тревожности что само по себе плохо вот вторая часть вашего вопроса по поводу гомофобия российского общества я скажу я скажу что как ни странно это многих удивляет на меня что это решение не не повысили уровень гомофобии об обществе потому что общество очень сильно меняется в россии я уже сказал мы видим что вопрос отношений скажем так в начале еще 21 века этот вопрос российского что никого не волновал это была такая тема которая не обсуждалась существовала бытовая гомофобия существовали там преступления на почве гомофобии и так далее но это общество не волновало после того как начинает развиваться лгмт-движение после государства решила и поэксплуатировать эту тему для того чтобы привлечь на свою сторону самых консервативных избирателей скажем так самым консервативным граждан эта тема начала обсуждаться в обществе это как ни странно хорошо как я уже сказал никакая проблема не решается если она не обсуждается и и что мы видим что постепенно с одной стороны произошло поляризация то есть становится меньше равнодушных людей больше сторонников разных крайних точек зрения но мы видим например что более 60 процентов людей в возрасте россиян в возрасте от 18 до 30 лет относятся к лгбт позитивно то есть у них нет ненависти они не считают что существует какая-то угроза со стороны пропаганды и так далее последний опрос который проводил в целом это государственное социологическое агентство перед тем как был принят закон о пропаганде в двадцать втором году они провели опрос они спросили как вы считаете как вы считаете гомосексуальность она есть это естественное явление или она навязано может быть навязано 51 процент сказали россиян 51 процент россиян ответили что это естественное явление еще 2 больше 20 сказали что ну есть факторы как бы естественные природные есть факторы социальные что прав что соответствует точки зрения современной науки кстати это комплексное явление вот то есть мы видим что семьи порядка 70 процентов россиян вообще-то думают про о природе гомосексуальности то что им рассказывали у гбт-активистов последние 25 лет что этого не надо бояться что это естественное явление и в этом смысле мы победили общественное мнение меняется если бы государство действительно не мешало вот этой вот свободной общественной дискуссии то я думаю что не было бы сейчас вот этих проблем я очень четко вижу разницу например ситуации в 2013 году и 14 когда действительно вот эта первая волна государственной гомофобии вызвала рост каких-то насилия открытого циничного насилия уличного насилия в отношении лгбт со стороны праворадикальных разных движений сегодня мы этого нет по разным причинам этого нет это очень долгий разговор там что изменилось в россии за последние 20 лет но тем не менее этого нет наши оппоненты скажем то из ультраконсерваторов они скорее склонны к более цивилизованным методом да то есть они там пишут доносы они ведут какую-то свою агитацию в социальных сетях и так далее но нет вот такого массового насилия по крайней мере стал гораздо гораздо меньше и это говорит о российском обществе мне кажется хорошо говорит о том что общество меняется даже несмотря на вот этот вот на эту политику которую пытается проводить государство ситуация на в кавказе мы с вами перед началом этого разговора вы сказали что причины вашего отъезда из россии как раз и стала ваша работа чечне и я насколько знаю вы много занимались этой темой и может для наших зрителей было бы важно понять что вообще происходит с лгбт людьми на кавказе может быть частности в чечне может у вас есть какие-то примеры которые вас поразили или все-таки много лет с этим работаете и понимаете какова ситуация что там происходит вы смотрите вот здесь опять же хорошая примерка то чтобы обратить внимание то что россия вообще-то очень большая страна и в разных регионах ситуация может быть очень разным конечно северный кавказ это особый регион и особенно чечня вы знаете наверное что 90-х годах начали 2000-х годах чечня пытался делиться от российской федерации и там была война и эта война очень многое определила происходящим и сегодня можно только с очень большой долей условности сказать что чечня находится в едином правовом пространстве вообще со всеми остальными регионами россии и поэтому да ситуация там особая и вот все что я сказал до сих пор да ты скажем о российском обществе наверное не было бы неправильно распространять и на чеченское общество и потому что там ситуация реально другая там быть открытым лгбт человеком добыть в принципе невозможно и раскрытие сексуальной ориентации несет за собой зачастую смертельную опасность это не преувеличение да то есть человека могут убить да причем убить его собственные родственники потому что они находятся под давлением властей на самом деле и там сейчас происходит это и сейчас нам это происходит до продолжаются то есть с одной стороны с одной стороны это используется полиция и другими силовыми органами для шантажа для помогательства денег когда у вас просто требуют платить за то чтобы вы были в безопасности от вас требуют доносить на других лгбт людей до чтобы вы были в безопасности и ваши близкие были без безопасности с другой стороны мы периодически сталкиваемся с такими публичными кампаниями которые которые началась в семнадцатом году и вспышки периодически продолжаются и до сих пор когда ну просто под руководством лидеров чеченской республики организуются эти облала единственная возможно для спасения людей которые оказались что называется в поле зрения местных силовиков это бегство бегство не не только из чечни не только северного кавказа но вообще за пределы россии потому что я уже сказал что законы российской федерации не всегда работают далеко не всегда работают в чечне но при этом у чеченских силовиков и не только у чеченских хорошие связи с полицией других регионах и полиция других регионах вернет бежавшего человека если его ищут родственники это касается особенно женщин например только лгбтекста не только лгб женщин но и женщин чем которые вдруг не захотели жить своей семьей которые которые захотели уехать их принудительно возвращают с помощью полиции и это конечно особая ситуация вы описывали один момент в одном из своих интервью как вам звонил лгбт человек из чечни находясь в подвале его родители вот эта семья спорили в этот момент убивать его или убивать да это он это был ну наверное это конечно один из случаев который произвел на меня наиболее сильные впечатления то есть не он не писал в чате и он потому что ему сестра передала телефон это тоже важный момент потому что когда мы говорим что дорогу родственники могут убить не всегда так происходит то есть мы были мы видели разные случаи мы знаем случайно родственники убивали но мы знаем случайно родственники вывозили своих детей братьев из чечни это очень по-разному такой вопрос может быть вы могли бы поделиться своими наблюдениями из вашего опыта какое общество и когда общество можно назвать тогда толерантным по отношению к лгбт людям может быть вы были в странах или где видели толерантное по-настоящему общество что вы могли сказать по этому поводу ну я думаю что говорить о слова толерантность она имеет особенно в русском языке разные коннотации поэтому лучше здесь говорить о принятии а о принять это когда вас воспринимают как такого человека так и вы сами когда вас слышат когда вы можете друг другу не соглашаться вы можете говорить какие-то вещи которые вообще никому не нравятся но вас служит пришло понять чтобы тоже человек у вас тоже есть мнение и с этим мнением можно спорить и может даже нужно спорить но не для того чтобы заставить вас замолчать навсегда а для того чтобы может быть найти какие какие-то точки соприкосновения найти какой-то консенсус в конце концов и если мы посмотрим вы упомянули другие страны я говорил об этом уже все если твой в частности на без мы посмотрим как это происходило и происходит в демократических демократических странах или практически никогда не бывает так что побеждает какая-то чья-то крайняя точка зрения вот давайте здесь сейчас легализуем немедленно легализуем на полной браке и отменим любые ограничения для трансгендерного перехода так не работает так не бывает обычно все таки идет диалог и появляются какое-то сначала одно компромиссное решение например да не браки но партнерство может быть даже не однополое партнерство партнерство для всех потом мы будем разводом мы посмотрим что вообще происходит так как это решение влияет на общую жизнь нашу да и мы увидим что ничего страшного то не происходит может даже однополые браки то можно легализовать и в тех странах европейских поколения страны где сегодня легализованы однополые браки она так и было все шло от партнерства к бракам вот то есть вот я и возвращаясь к вашему вопросу при принятии толерантность это когда люди готовы друг с другом разговаривать здесь нет ничего связанного сверхъестественного здесь не надо как вольтер говорил там умирать за вас за возможность за вашу возможность говорить то что вы думаете на не надо умирать нужно просто слушать и он это не . и про простая достаточно вещь но как мы видим мы не везде эта вещь сегодня доступна я хотел бы про диалог еще вот последним вопросом оставить но мне есть такой достаточно клишовая формулировка которую я несколько раз слышал от людей в последние вот полтора месяца буквально особенно в контексте проводившегося проходившего вильямского прайда некоторые люди задавали вопрос это буквально там разговор с таксистом но все-таки мне кажется тоже что-то говорит об обществе что вот условно зачем рекламироваться зачем другим знать про ориентацию лгбт людей мы же этого не делаем вот чтобы вы могли сказать таким людям чтобы что что я понимаю как это может выглядеть но в целом как вы как бы совершенно типичный вопрос конечно во первых когда говорить что мы же этого не делаем это лукавство вы очень часто как были гетеросексуальные люди гендерные люди они не скрывают свою сексуальную ориентацию да и все вокруг знают там с кем вы живете да ты скажем и предполагают какого рода сексуальную жизнь вы ведете и вам никто не запрещает этого делать и есть ситуации когда невозможно это и не нужно этого скрывать например когда вы хотите оформить отношения там с любимым человеком вы сообщаете государству да ну как-то сказал очень остроумно что когда вы вступаете в брак вы сообщаете государству с кем вы спите это неизбежно то есть сексуальная жизнь частная жизнь это не какая-то страшная вещь которую нужно скрывать от окружающих да почему-то на скрывать на другой вопрос а почему это надо скрывать в чем проблема то есть у разных людей могут быть совершенно разное отношение к этому да кто-то не любит разговаривать за своей частной жизнью да неважно какова его ее сексуальная ориентация а кому-то нужно об этом поговорить в каких-то ситуациях нужно об этом сказать да и вопросом а почему об этом нельзя говорить объясните нам почему мы не можем сказать в чем проблема как это как это вам навредит вот здесь вопрос неверно ставится потому что когда мы говорим мы хотим жить наверное все-таки в обществе где соблюдается право человека где уважаются свободы до человеческое достоинство вот свобода в том числе свобода выражения своего мнение. Она состоит в том, что вы можете выражать свое мнение, а можете его не выражать, если не хотите. И если вам пытаются запретить о чем-то говорить, это не ваша презумпция доказывать, что вы можете о чем-то говорить. Презумпция доказывать, доказывание здесь лежит на том, кто пытается запретить. Это запрещающие должны обосновать, почему о чем-то нельзя говорить. Вот только тогда мы можем говорить о свободе. Вот так бы я ответил. А что наши зрители по этому поводу думают? Если у вас есть мысли, то поделитесь ими в комментариях. И в частности, можете ответить, попробовать ответить на вопрос, который задал Игорь только что, о том, что почему люди должны скрывать свою частную жизнь. И вообще выскажитесь по этому поводу в комментариях. Нам это очень важно. И, наверное, я бы хотел закончить наш сегодняшний разговор вопросом о том, как правильно строить диалог. Вы сказали немного про это. Вы сказали про то, что не бывает наверняка таких примеров в истории и в развитии демократических обществ, когда закон об однополых браках, например, появляется моментально. Я уточню. Такое бывает. Есть случаи, но это как раз не очень эффективно. Это довольно неудачный случай. Потому что если вы вводите какой-то закон вопреки существующему общественному мнению, когда нет консенсуса какого-то, хотя бы относительного консенсуса, этот закон не будет работать. Как наладить эффективный диалог в этой сфере, даже на бытовом уровне? Слушайте, на самом деле это, как ни странно, несложно. Надо разговаривать. И для этого у вас должна быть какая-то среда, правовая среда, институциональная среда, в которой можно вести спокойный разговор. Вот прошел гей-прайд проспекту Гедемина, никто не умер от этого. Все увидели, что нормально, но вот они прошли, мы с ними не согласны, пусть идут дальше. Но потом люди могут вернуться к этому разговору. И главное, чтобы ни у кого не было страха говорить то, что вы думаете. Не должно быть никаких преференций в высказывании своего мнения. Кому-то можно больше говорить, кому-то что-то запрещено говорить. Когда мы обсуждаем некую политическую тему, например, тему об однополых браках, возьмем это, мы неизбежно упоминаем свою частную жизнь, отвечая на вопрос вашего таксиста, почему об этом надо говорить. Потому что все время это всплывает, эта часть нашей жизни. И я думаю, что главное условие – это отсутствие каких-либо ограничений на обсуждении этих тем. Просто на то, чтобы поговорить об этом. Давайте попробуем поговорить, и может быть выяснится, что между нами не так уж и много разногласий. То есть, например, это же тоже парадоксальная вещь, когда ЛГБТ-людей, и ЛГБТ-активистов, когда они говорят об однополых браках, обвиняют в том, что они не уважают и пытаются разрушить некие семейные ценности. Но, господа, наоборот. Когда во всем мире растет число разводов, мы просим дать нам возможность вступать в брак. Мы защищаем эти семейные ценности. Мы говорим о том, что семейные ценности – это важно. Брак – это важно, в том числе для нас. И это тоже достаточно, я думаю, что те ЛГБТ-активисты, которые выступают за однополые браки, не все, кстати, поддерживают эту идею. Есть люди, радикалы, которые говорят, что не нужны нам эти браки, это вообще устаревший институт. Но те, кто выступает за однополые браки, они же говорят как консерваторы. Они за семейные ценности. Давайте сохранять институт брака. Что такое консерватизм? Консерватизм – это не сохранение чего-то старого, то, что работает, улучшение и приспособление. Это здоровый консерватизм. И мы, как раз, и выступаем. Давайте мы институт брака расширим, приспособим его к изменившимся обстоятельствам. Это я к чему? К тому, что наши оппоненты, консерваторы, не всегда неправы. Они когда-то говорят много правильных вещей. И чаще всего мы с ними в этих правильных вещах готовы соглашаться, мы готовы их обсуждать. Не надо смотреть друг на друга, как на каких-то непримиримых врагов. Мы можем разговаривать. Хорошо, спасибо вам большое. Спасибо вам. Спасибо.